Приветствую вас, Григорий. Лично я вижу в вашем тексте некоторую связь между тем, что вам неприятно, когда женщина оказывает услугу мужчине, и тем, что вы оказались в этой вот ситуации, в ситуации со своей коллегой, ее гражданским мужем и ребенком. Мне кажется, что отношение к услуге женщине-мужине, женщиной-мужине, раньше началось у вас, а то, что происходит сейчас, это производное ужас от этого. В целом, женщина ведет себя так, как будто не ожидаясь от вас, что вы сможете общаться с ней более-менее спокойно, более-менее адекватно, более-менее... ...в рамках. Я думаю, что она просто не верит. Она не верит, что вы так можете. Ну, опираясь на, допустим, определенные стереотипы мужского поведения, которое у нее было. Вот. Поэтому, я думаю, что она просто не ждет. Что касается вас, то подобная влюбленность почти в незнакомого человека связана с... Ну, как правило, с идеализацией этого самого человека, а идеализация связана с вашими, в свою очередь, желаниями, которые... Вы, вероятно, ну, мягко говоря, удовлетворяете не полностью, а то и совсем не удовлетворяете. Вот. То есть я, конечно, конечно, не берусь сейчас судить наверняка о том, что происходит между вами и у вас, тем более. Но ситуация, мне кажется, примерно такой. В этом смысле, в этом смысле, речь идет, конечно, не о том, чтобы забыть человека. Это сделать невозможно. Речь идет о том, чтобы понять природу ваших чувств и более, может быть, полно, более, может быть, ориентированно чтобы удовлетворять ваши желания, которые стоят, которые лежат на основе вот тех действий, тех чувств, которые вы испытываете. В тех ощущениях, тех эмоций, которые вы, ну, которые вы ощущаете. Вот. Я думаю, что это одна из основных таких задач, вот. на которые можно обратить ваше, в принципе, внимание. Вот. И отдельный момент хотелось бы, конечно, сказать относительно вашей изменительности. Вот. Потому что это тоже, на мой взгляд, важно, да. То есть, вот, обратите внимание на то, какой эффект у вас эмоциональный отклик, какой эмоциональный отклик вызвал эту ситуацию, когда она пропала на 4 часа. Да. Да. Если и для вас, это было очень, очень важно. Вот. Я, опять же, ни в коем случае не хочу сказать, что это что-то плохое. Вот. Но, что совершенно очевидно, что здесь есть не только любовь, да, есть именно, вот, влюблён. То есть, вот, ну, говоря о влюблённости именно, именно влюблённости, вот, именно влюблённость. Это всё-таки некая, такая, идеализация у человека. Поэтому, мне кажется, что именно в этом направлении вам и нужно, собственно говоря, двигаться, именно в этом направлении вам и нужно работать. То есть, не ставить целью забыть человека, потому что это невозможно. Вот. А именно, ставить цель определить природу ваших эмоций и чувств по отношению к ней, и отделить то, что вы чувствуете и хотите для неё, и то, что вы хотите для себя. Также я вижу, здесь у вас имеет место быть чувство стыда, вы стыдитесь. Вот. И вы пытаетесь понять человека, вы пытаетесь понять его действия, замещая, скорее всего, этим своё собственное непонимание. Ситуация. Вот. Стыд, стыд также свидетельствует о том, что вы не принимаете свои чувства такими, какие они есть. Стыд свидетельствуют об этом, как правило. И в этом направлении вам можно и нужно также работать. То, что вы сейчас сбегаете, это, мне кажется, вполне себе нормальная история. Я думаю, что вы в той или иной степени привыкли сбегать. Вот. Ну, я так вот думаю, по крайней мере, что вы привыкли сбегать. Вот. От своих чувств, от своих эмоций, от своих чувств вы привыкли сбегать. Ну, с этим тоже можно и нужно, в принципе, работать, если у вас есть желание. То есть, понимаете, вы в итоге, вот, ставите себе цель, которая не является корректной. Забыть человека невозможно. Да? Потому что, ну, из памяти его не уберёшь. Вот. Значит, далее вы пишите. Нужно ли, нужно ли даже пытаться общаться после этого? Нет, не нужно, потому что человек вам не поверил. Просто. Вот. Коллега, ваши незамуженные, потому что гражданский брак это незамущество. Ну, вот. Вопрос, я бы сказал, заключается ещё в том, с чего вы ожидали, когда признавались в любви, и когда спрашивали, как дела? То есть, с чего вы ожидали? Ну, вот. Ну и, соответственно, вот вы отказывались принять его услуг. То есть, это, по сути, была возможная попытка пойти на сближение, но вы её отталкивали. Вот. Вот такая вот история. Ну и, соответственно, если женщина, ну, то есть, женщина просто не поверила, не поверила, что вы в неё влюбились вот только по образу. Вы сами пишите, что в соцсетях она настоящая, да, а на работе, там, это, типа, её профессиональный образ. То есть, она тоже понимает, что, ну, вы не знаете её, по сути, но то, что вы нуждаетесь в любви, то, что это, то, что вы нуждаетесь в любви к себе, это, что вам нужно работать с самооценкой, с чувствами, с эмоциональным интеллектом, да, вот. Мне кажется, это очевидно. И, в общем-то, в этом я вижу основное направление. Вот. Ну и стыд, конечно же, стыд, это непринятие своих, эм, своих желаний, да, своих потребностей, это обесценивание. И женщина по итогу относится к вам именно так. То есть, обесценивает вас. Вот. Такая вот история, Григорий, у меня отложилось впечатление, что вы такой, очень жертвенный тип человека, я как могу ошибаться, мне так показалось. Ох, тут у вас проблема с ответственностью, там, где вот нужна ответственность на тебя, брат, вы её не берёте, там, где не нужно, вы, соответственно, её берёте через чул. Вот это тоже подобный прикос является следствием низкого, низкого эмоционального интеллекта. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку его в качестве лучшего. Правильно ли вы сделали, что уехали в командировку, попросили в командировку? Ну а кто, вот кто решает, что правильно, а что нет, да? Вот кто решает, ну вы так поступили, вы захотели. Да, вам будет легче быть в командировке, но когда вы вернетесь обратно, чувства вновь дарут о себе знать. Имеет ли смысл такого в командировке поработать с психологом? Да, имеет. Возможно. Вот так. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и в том, что вы не будете с ней здороваться. Говорит только, ну в том, что вы с ней не будете здороваться, она может увидеть только то, что её опасения по поводу вас, по поводу вашей дерзкости, потому что женщина часто видит в такой влюблённости именно дерзкость. Она видит подтверждение, хотите вы этого или нет, решать вам. То есть если вы поставите на первое место стыд, а не взрослых, взрослых. Это вам решать. Всего вам самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...